Минувшая неделя вновь поставила вопрос о судьбе традиционных автосалонов. Отменено второе подряд Женевское автошоу, одно из старейших и важнейших в Европе. Но за последние месяцы мы уже привыкли изучать новинки по интернет-презентациям. Вот и последняя порция мировых премьер представлена онлайн. Volkswagen поставил видеопроизводство на поток. На сей раз штатная ведущая Зина Теснов, фамилию которой мы уже почти выучили, представила обновленный Tiguan. Полмиллиона зрителей уже посмотрели интернет-презентацию новейшего пикапа F-150. Неудивительно, ведь это самый продаваемый автомобиль в Америке. С необходимой дистанции друг от друга сидели участники онлайн-презентации модернизированной Bentley Bentayga. Выход же китайского минивэна GAC GN8 в России был отставлен не так широко, ведь ссылки на трансляцию разослали нескольким сотням автожурналистов. Помимо этого, Citroёn не стал тянуть с премьерой нового C4 до парижского автосалона. Audi скромно представила обновленный кроссовер Q5. И совсем без суеты Россию покидает седан Subaru Legacy. Главной международной новостью с далеко идущими последствиями оказалась отмена женевского автосалона. Организаторы объявили, что не станут проводить выставку в 2021 году из-за отказа многих автопроизводителей. Но если салона вновь не будет, то не будет и займа, который мог покрыть убытки от непроведенного шоу 2020 года. В итоге фонд намерен продать свои права выставочному комплексу PolExpo. Захотят ли новые хозяева возобновлять ежегодный автосалон? Еще вопрос. Спорная внешность кроссовера Bentley Bentayga устроила не всех автожурналистов. Но клиентам экстерьер понравился. И за пять лет англичане произвели аж 20 тысяч машин. Тем удивительнее, что плановая модернизация так сильно затронула дизайн и приблизила Bentayga к купе Continental GT. Светодиодные матричные фары переставлены на 30 миллиметров выше. Перерисован бампер и решетка радиатора. Задние крылья и колея расширены на 20 миллиметров. Проем багажника перекроен. Дверь заходит за боковины, а эллипсоидные фонари будто взаимозаменяемы с оптикой двухдверного Continental'а. Салон рожился новыми креслами, причем у четырехместных машин задние сидения сдвинуты в сторону багажника. Приборная панель теперь виртуальная. Слегка переделан руль, центральные дефлекторы стали прямоугольными. А обновленная мультимедиа дополнена новым блоком кнопок под экраном диагональю 11 дюймов. Зато техника не тронута. Европейские продажи начинаются осенью с 8-цилиндровой бензиновой версии. Позже обновят и другие модификации. Как известно, Ford Focus четвертого поколения просто не успел добраться до России. Но в Евросоюзе это вторая по популярности модель сегмента C после Volkswagen Golf. Самая свежая новость. У Focus появилось новое исполнение литровой турбо-тройки отдачей 155 сил, дополненное 48-вольтовым стартер-генератором. Электрический довесок выполняет работу системы Start-Stop. Плюс он увеличивает пиковый крутящий момент на 20 ньютон-метров. Хотя на старте прибавка тяги может быть сразу двукратной. От самого чахлого из однолитровых движков, который выдавал 85 сил, Ford отказался. Но другие варианты, включая и дизели, объемом в полтора-два литра в гамме остаются. Кроме того, Focus полностью перешел на виртуальные приборы, которые обучены предупреждать об авариях, ремонтах и прочих неурядицах по пути. В Европе доработанный Focus можно купить хоть сейчас. Базовый ценник 22 300 евро. А среди зрителей канала Автоплюс новинки порадуются разве что украинцы. На украинском рынке Focus предлагают с одним мотором в полтора литра, но зато с двумя коробками передач. Во всех трех кузовах и относительно недорого. А вот за океаном популярен совсем другой Ford – пикап F-150. Обычно машины такого формата подолгу не сходят со сцены. Но учитывая статус национального бестселлера, 13-е поколение продержали на конвейере только 6 лет. Следующий F-150 оказался очень похожим на старый, хотя большая часть кузовных панелей была заменена. Впрочем, 900 тысяч проданных машин по итогам прошлого года означают, что публике нравится актуальный фордовский дизайн. Салон тоже оформлен привычно, но не обошелся без виртуальной панели приборов и огромного планшета медиасистемы. С другой стороны, аналоговые шкалы и маленький тачскрин тоже будут. Вместо огромного подлокотника между передними креслами можно заказать складное сидение. В этом случае селектор автоматической коробки будет расположен на рулевой колонке, что привычно к тамошним водителям. Коробка, кстати, лишь одна – десятиступенчатая. Дизель тоже один, зато разнообразных бензиновых моторов – пять, включая и многолитровые атмосферники. Впрочем, мода на зеленый образ жизни заставила пикап примерить гибридную установку. Она построена вокруг турбо-шестерки в 3,5 литра. Доплата за гибрид – как цена поддержанной легковушки – 5000 долларов. К слову, сам F-150 будет стоить около 30 тысяч, но подробные прайс-листы появятся только осенью, перед самым выходом 14-го поколения на рынок. Затем Ford явит миру чисто электрическую версию пикапа. Да, мир никогда не будет прежним, икона петролхедов тоже перейдет на электротягу. И, конечно, обзаведется массой электронных помощников, включая новейший автопилот, который работает на 160 тысячах километров трасс США и Канады. Рестайлинг кроссовера Audi Q5 мы ждали давно и готовились удивляться, ведь родственному Audi A4 перепали новые кузовные панели. Однако, похоже, что дизайнеров призвали к экономии, и боковины кроссовера остались прежними. Не тронуты задний бампер и фонари, хотя за доплату начинка оптики может быть выполнена на органических светодиодах, чтобы владелец менял световую подпись. Один из трех вариантов того, как фонари будут светиться ночью. Думаем, эта опция быстро войдет в моду. Внутри новшеств еще меньше, чем снаружи. Главная и почти единственная – медиасистема следующего поколения, заполучившая сенсорный экран диагональю 10 дюймов. Соответственно, с центрального тоннеля исчезла шайба управления мультимедийкой. Первый на рынок выпустит версию 40TDI. Ей полагается новое поколение двухлитрового турбодизеля, с которым было бы интересно познакомиться поближе. Мотор вдобавок оснащен 12-вольтовым стартер-генератором, который умеет глушить двигатель на скорости 22 км в час. В полноприводной трансмиссии трудятся 7-ступенчатый робот и пара муфт подключения задней оси, но позже обязательно появятся варианты попроще – с передним приводом и механической коробкой. В перспективе новый двигатель на солярке обзаведется двумя модификациями – более мощный и более слабый. Также сохранится трехлитровый дизельный V6, а фанатам бензина предложат двухлитровый турбомотор в двух вариантах форсировки. В Европе, куда кроссоверы приходят из Мексики, продажи освеженного паркетника начнутся осенью. Объявлено, что самый ходовой вариант подорожал на 3000 евро. В России стартом продаж назначен только первый квартал 2021 года. Volkswagen подогнал дизайн Tiguan под внешность актуального гольфа. Кроссовер перехватил почти гольфовские фары, другие бамперы и увеличенную решетку радиатора. Вся оптика перешла на светодиоды. А если клиент не поскупится, то фары будут матричными. В этом случае 48 светодиодов осветят дорогу, меняя форму светового пучка в зависимости от дорожной ситуации. В салоне блок микроклимата перешел на сенсорное управление. Плюс тактильными стали кнопки на рулевом колесе. Медиасистема сменила поколение, но базовый тачскрин диагональю всего 6,5 дюймов на фирменном видео не покажут. В пересмотренную гамму мотора вписана маломощная версия 2-литрового дизеля. А старший битурбодизель на 240 сил наоборот исключен. Бензиновые моторы полностью сохранили состав. Это турбочетверки объемом 1,5 и 2 литра. Своеобразной заменой злому дизелю станет гибрид. У него бензиновый мотор 1,4 и 6-ступенчатый преселектив, в который вживлен электродвигатель. Общая отдача установки 245 сил. Хотя на чистом электричестве паркетник готов проехать 50 километров. Но действительно яркая новинка – агрессивный Tiguan Air. Он примечателен не столько обвесом, сколько начинкой. 2-литровую бензинку взбодрили до 320 сил. В полноприводной трансмиссии трудится 7-ступенчатый робот Desga. Вдобавок Volkswagen расщедрился на имитацию активного заднего дифференциала. Она распределяет момент между колесами, анализируя массу фактора. Кроме яркой наружности, R-ки полагаются перенастроенная подвеска и мощные тормоза. За доплату есть шанс поставить бубонящий выпуск. В салоне фанатов скорости встретят подрулевые лепестки переключения передач. Tiguan Air придется ждать до конца года, хотя менее мощные кроссоверы придут до конца лета. Но это в Европе. Российский Tiguan сильно отличается агрегатами. И планы нашего офиса по выводу новинки сейчас не раскрыты. Как не раскрыты и сроки появления купеобразной версии. А она будет. Китайская марка GAC из города Гуанчжоу пришла в Россию под конец прошлого года с флагманским кроссовером GS-8. А теперь дан старт продажам минивена GN-8. На родине эта машина называется Tramchi GM-8 и недавно претерпела рестайлинг. Но нам предлагают исходный вариант образца 2017 года. Минивен действительно большой, от носа до хвоста больше 5 метров, а между осями ровно 3. Что касается техники, то GN-8 базируется на той же платформе, что и кроссовер GS-8. Поэтому агрегатная база неизменна. Здесь двухлитровый бензиновый турбомотор и шестиступенчатый автомат i-Syn. Но если родственный кроссовер за доплату может оснащаться мустрой подключения задних колес, то минивен строго переднеприводный. Выбирать предложено из трех фиксированных комплектаций. Базовая люкс включает светодиодную оптику и трехзонный климат. А медиасистема с 10-дюймовым экраном поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. В средней комплектации Prestige салон полностью обшит натуральной кожей, а задние двери оснащены электроприводом. А топ-версия дополнена адаптивным круиз-контролем, парковочным помощником и камерами кругового обзора. Subaru Legacy 6-го поколения ушел из России в 2015 году, но вернулся в 2018, чтобы снова уходить теперь. Удивляться не будем, ведь за прошлый год в России продано около 200 седанов. Поэтому о новом, седьмом Legacy, который дебютировал в США год назад, российский офис Subaru даже не вспоминает. О продаже шестой генерации у нас завершаются прощальной серией Ultimate из 77 экземпляров. По сути, это топ-версия с атмосферником 2,5 литра и вариатором. Добавлен черный декор на кузове, включая решетку и колесные диски. В салоне комбинированная отделка кожи и замшей, синяя прострочка на руле и табличка с порядковым номером машины. Новейший Citroën C4 раскрыт во всех подробностях. Заметим, что известный в России предыдущий C4 снят с производства два года назад. И в европейском гольф-классе марку представлял приподнятый хэтчбэк C4 Cactus. Новый C4 и по форме, и по духу наследует именно Cactus. По сути, из двух родственных моделей Citroën сделал одну – купе-образный хэтчбэк-кроссовер. Французы много говорят о просторе и комфорте. Сидения с особой пеной лучше гасят вибрации. Водителю помогают 20 электронных помощников, включая полуавтопилот. У переднего пассажира штатное крепление для планшета. Техника обусловлена младшей платформой CMP, а это значит стойки Макферсона спереди, полузависимую балку сзади и строго передний привод. Пресс-релиз гласит, что большие колеса сообщают C4 силу и характер кроссовера. Но даже самые крупные, 18-дюймовые, не поднимают Citroën над дорогой выше, чем на 16 см. Зато в подвеске прописались фирменные Citroën амортизаторы с гидравлическими ограничителями хода вместо резиновых демпферов. Как мы помним, тележка рассчитана на электрификацию. У электрического Citroën 100-киловаттный двигатель, батарея на 50 кВт-часов и приличный запас хода в 350 км. Даже на 40 больше, чем вроде бы у идентичного Peugeot i2008. Но даже с такой дальнобойностью электро-Citroën до России не доедет, поэтому изучим двигатели внутреннего сгорания. Трехцилиндровый бензиновый турбомотор и полуторалитровый дизель предлагают несколько вариантов мощности. Самыми слабыми сочетается шестиступенчатая механическая коробка, а мощным полагается восьмиступенчатый автомат i-Syn. Европейские продажи стартуют осенью. Российский офис пока выражается обтекаемо. Дескать, есть шансы и вероятность высока.